В первом матче 1-8 финала Лиги Европы Питерский «Зенит» принимал Вильяреал. Встреча команд прошла на стадионе «Газпром-арена» в Санкт-Петербурге. На матче присутствовало практически 52 тысячи болельщиков. Первый опасный момент возник на 29-й минуте. Сердар Азмун после передачи Дзюбы убежал с центра поля от защитников. До большой скорости попытался обыграть вратаря, но не хватило точности удара. Удар прошел мимо ворот. Счет открыл на 33-й минуте Висенте и Бора. Тот же Азмун зачем-то начал смещаться в створ ворот, так что и Бора находился в правильном положении и головой перевел мяч в ворота «Зенита». Но Сердару было суждено исправиться. После навеса с фланга Дзюба головой бьет в створ. Вратарь отбивает мяч на ногу Роберту Маку, который неудачно пробил. Но мяч сам нашел Азмуна, которому оставалось только пропихнуть мяч за линию мимо вратаря. 1-1. Зенит отыгрывается. После перерыва «Зенит» как будто устал. И уже на 64-й минуте Ракицкий неудачно занимает позицию. Проигрывает верх Морена, который китком головы переправляет мяч в нижний угол ворот. Никаких вопросов к Луневу. Удар получился слишком точным. Далее, после нескольких опасных атак «Зенита» Вильярил доставляет мяч в штрафную. «Зенит» смог вынести мяч. Но на подборе оказался Марланес, на которого бросились сразу трое футболистов в синей форме. Удар Марланеса оказался очень точным. Попав в нижний угол, у Лунева снова не было никаких шансов на спасение. 1-3. И теперь у «Зенита» стало все совсем не радужно. Замены не привнесли никакой искры в игру. Азмун откровенно устал. Ближе к концу игры «Зенитовцы» стали ошибаться. Несколько интересных выпадов не доводили до опасности у ворот испанцев. «Зенит» проигрывает 1-3. Теперь нужно собираться в ответ на матчи. Будет тяжело, но шанс всегда есть. Ждем 14 марта. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...